Всесторонняя поддержка системы образования на Среднем Урале имеет определяющее значение для дальнейшего роста экономики и промышленности. Ведь именно в школах начинается подготовка будущих специалистов, которым предстоит создавать инновационное производство, внедрять высокие технологии, предлагать интеллектуальное решение. Об этом говорил губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, поздравляя педагогов региона с Днем Учителя. Отметим, что в системе образования Свердловской области работает более 65 тысяч педагогических работников, почти половина из них – школьные учителя. Глава региона подчеркнул, что обеспечение достойных условий жизни и работы педагогов, повышение престижа учительской профессии всегда было и будет одним из приоритетных направлений работы органов государственной власти Свердловской области. Руководство региона стремится к тому, чтобы образование на Среднем Урале было одновременно качественным и доступным. Школы были хорошо оборудованы и обладали всеми необходимыми образовательными технологиями и учебными материалами. Уральская школа стильна не только зданиями, учебными кабинетами и современным оборудованием. Она стильна прежде всего своими кадрами, замечательными уральскими учителями. Здесь делается акцент на создании благоприятных условий для учительского труда, поддержке опытных и молодых педагогов, сельских учителей. Реализуя майские указы президента России в регионе, удалось повысить заработную плату работников дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования до уровня средней заработной платы по экономике Свердловской области. Я сегодня здесь для того, чтобы вам сказать, вы нам очень и очень нужны. Я вас хочу поздравить с праздником, крепкого вам всем здоровья. Оставайтесь такими же счастливыми и вселяйте чувство уверенности, знания детей. Спасибо вам, низкий вам поклон и всего самого хорошего. В ходе торжественного приема 13 педагогам Свердловской области были вручены знаки почетных работников общего образования Российской Федерации. Также лучшим педагогам вручили почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области. Перед нашим регионом стоят серьезные задачи по развитию системы образования в регионе. На сегодняшний день ликвидирован дефицит мест в детских садах. Теперь необходимо обеспечить обучение школьников в одну смену. Так, на первом этапе в период с 2016 по 2021 год планируется перевести на обучение в одну смену начальные и старшие классы, а к 2025 году всех школьников Свердловской области. Для этого в регионе необходимо создать более 165 тысяч новых учебных мест. Напомним, что в этом году уже введены в эксплуатацию два образовательных учреждения. Это первая очередь школы в академическом районе города Екатеринбурга на тысячу мест и школа номер один имени Пушкина в Верхней Салде, которая рассчитана на 550 мест. Губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым инициировано принятие стратегии развития Свердловской области до 2030 года, ключевым направлением которой является образование. Речь идет и о подготовке кадров для региональной экономики в рамках комплексной программы «Уральская инженерная школа» и об обеспечении качества образования и о воспитании педагогических кадров. Одним из важнейших аспектов, влияющих на работу педагога, сегодня является вопрос снижения бумажной отчетности. Уже подготовлен проект документа о внесении изменений в отраслевой закон об образовании в Российской Федерации, где будет зафиксировано то минимальное количество отчетностей для директоров школ и педагогов, больше которого никто не сможет потребовать. Напомним также, что в результате оказания государственной поддержки молодым специалистам численность учителей в возрасте до 35 лет в дневных школах существенно выросла, превысив 7 тысяч человек. По словам губернатора Евгения Куйвашева, работа по материальному стимулированию педагогических кадров, повышению квалификации и решению жилищных проблем учителей будет продолжена. Артемовские учителя в свой профессиональный праздник также принимали поздравления и пожелания от своих учеников, их родителей, руководства муниципалитета и всех его жителей. Учительское сообщество нашего округа – это особая среда, в которой существуют увлеченные своим делом, преданные ему люди, воспитавшие не одно поколение артемовцев. Каждый ребенок проходит период становления, получения основных знаний и навыков, которые даются в школе и используются в течение всей дальнейшей жизни. Именно от учителей зависит, получит ли ученик все необходимые знания, сможет ли ими грамотно распорядиться. По сути, именно от учителей во многом зависит то, какой жизненный путь выберет их воспитанник. Очень хотелось бы верить, что в нашем муниципалитете, как и во всей стране, к учителям вернется то уважительное и трепетное отношение земляков, которое было по отношению к ним, стражам порядка и медикам в прежние времена.